Приветствую вас, несколько моментов. Первое, это разобраться в предательствах, то есть, что, собственно, было. Простить предательство, то есть, принять его. То есть, разобраться, было ли предательство, был ли факт предательства, потому что, то есть, что вы говорите, что это предательство, ну, это вот как вы выбираете себе, да, вот так вот и я, например, не могу, не могу просто взять за аксиуму то, что вы сказали, да, вот, не могу. То есть, может быть, вы право-то сказали, то есть, там действительно было предательство, может быть, нет, но, понимаете, как бы нужно разбираться с тем, что вы считаете предательством. Потому что очень часто они говорят, что именно вы, ну, что именно у вас так, но очень часто за предательство, с одной стороны, считается то, что человек должен был сделать, по мнению того, кого предали, но не сделал, хотя тот человек, который не сделал, не мог так сделать, не мог так поступить. И с другой стороны, за предательство считается действие, за которые человек потом не раскаивается. То есть, кто-то совершил предательство, да, он не раскаивается, он не сожалеет о том, что сделал, вот, и всё. И человек считает, что его предали. Он реально думает, что его предали, у него есть какие-то обиды на этого человека. Но ведь тот, кто предал, не считает это предательством. Значит, объективно, предательства не было. То есть, человек просто изменился, человек просто поступил так, как он поступил. Это означает, что либо у него тогда произошло, либо вы его не до конца знали, но вы считаете, что он вас предал. То есть, вы считаете, что он должен поступать по-другому, вот. В случае же, если человек предал, если сожалеет, раскаивается, с этим можно работать. Это можно понять, это можно простить, это можно, в общем-то, разрешить. Вот. Это первое. Второе. В отношениях с людьми, чтобы не было предатностей, нужно ориентироваться на себя. То есть, по факту, ориентироваться нужно на результат. Хотя, по факту, нужно ориентироваться на реализацию своих, допустим, определенностей и желаний. То есть, если, к примеру, вы чего-то хотите, если вам что-то нужно, то не должно. Но, кстати, вот, ну, как бы... Учитываться. Да? Вот. Вот смотрите. Вы пишите, значит, вот все это меня привело к серьезной подозрительности. То есть, вы не желаете брать ответственность на себя, да? Вы не желаете брать ответственность за свои потребности. Вы ставите, значит, на пути удовлетворения своих желаний других людей. Ставите себя в зависимости от других людей, и, соответственно, соответственно, когда происходит сбой, вы обижаетесь. То есть, изначально отношения нужно строить так, чтобы у человека не было возможности, не было соблазна, не было желания вас призавать. Знаете, никто вас не предаст, если вы будете относиться к человеку так, как он достоин, принимать его таким, как он есть. Да? Вот. Никто вас никогда не предаст, если у вас будет план Б, если у вас всегда будет какой-то запасной вариант относительно того, как решить ту или иную проблему. То есть, это довольно наивно полагать, что вам должны помогать люди, и только наши друзья. Помочь, на мой взгляд, может и нет рук. Как бы, да? То есть, помогают, наверное, друзья. А друзья не всегда помогают. Знаете, понимаете, потому что помощь, да, и что-то сделать для, допустим, кого-то. Это никак не заодно с дружбой, это совсем-то совсем другая история. И вот получается, что нужно доверять людям решение своих проблем. То есть, можно, можно, да, там, что-то сделать, да? Вот. Можно, там, попросить человека, например, чтобы вам помогли. Можно. Можно, безусловно. Но не обязательно. То есть, ваши ожидания тоже необходимо, вот, ну, сейчас, ну, корректировать. Третий момент. Это ориентирование на себя в первую очередь в отношениях. То есть, ориентируясь на других людей, да, ожидая от них того, что они будут что-то для вас делать. Вы ставите себя в опасное положение. В опасное, в зависимое, в уязвимое положение. Сперва нужно ориентироваться на себя. То есть, сделать все для себя. И только потом, после этого уже делать что-то для другого. Понимаете? И оказываясь в трудной ситуации, да, вот, в трудной, тяжелой ситуации облагаться, нужно, в первую очередь, на себя. И просить людей, те, которые, действительно, вам могут, могут помочь. Если они могут помочь. Желательно обращаться к людям за помощью, к тем людям за помощью, которые, для которых это является, ну, делом. Это не является каким-то ужасным. Понимаете? Вот. То есть, в некотором, в некотором роде, нужно быть самостоятельными. Самостоятельнее. Вот. И все. То есть, четко отграничивайте ответственность свою и ответственность других людей, чтобы вы не боялись. Будь вы, соответственно, пишите, пишите. А, значит, вдруг эта дочь ничего не сказала, и писала твой мне. Окей. 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 Допустим, так. Допустим. Допустим, она так, она так сделала. Ну и что? То есть, вы же могли, опять же, напрямую обратиться к кассе, вот этого раза. Чем более, чтобы пишите, что он знаком. То есть, странно вот, что вы задаете такие ситуации, где вас могут обмануть. Что это значит того, чтобы создавать ситуации, где вас нереально было обмануть? А если такие ситуации странно были, ну, потому что 100% уверенности и гарантии никогда нельзя достичь, то просто ориентироваться на себя и быть уверенной в том, что вы сделали все, что могли. Но здесь, как минимум, странно, вы пишите, что врач знаком, она общаетесь через, ну, не напрямую. И даже в Инстаграме, да, в Инстаграме, я бы написал, сейчас, через Инстаграм нашла его дочь, просила переадректовать. Слушайте, а в Инстаграме, по-моему, общаться нельзя. Я вот не верю, но, по-моему, в Инстаграме нельзя общаться. Точно, как-то странно. Понимаете, какая штука? То есть, эээ, для чего вы это делаете? Может быть, вы хотите, чтобы нас обманули? То есть, вы как-то, может быть, неосознанно создаете такие ситуации, в которых вас могут обмануть? Вопросом, для чего, какая выиграть, чтобы что доказать? Что люди вокруг вас плохие? Или что вы плохи, а достойны того, чтобы вас предали? Вот так. То есть, человек, который говорит о своей подозрительности, да? Человек говорит о том, что он подозревает, что его могут обмануть, окей. Ну, для человека вы ведете себя странно. И странно, вы выбираете способ обсуждения серьезных проблем, своих серьезных проблем, своих конфиденциальных проблем. Потому что вы решите это здоровье. Через аккаунт, вообще, дочери, да. Вы сами себя ставите в этой ситуации? Вопросом, зачем? Вы сами себя ставите в позицию жестов. Вопросом, зачем? Такая выгода. Вам от этого. Вот так. Значит. Я бы предложил вам работу именно вот в такой последовательности, в какой я изложил ее в своем ответе. Потому что, ну, от простого к более сложному. Я думаю, вам в самой процессе многие бы вещи стали понятны. Понятны. Вот. В интернете я рекомендовал бы вам на всякий случай почитать про психологическую игру. Попался сукин сын. Вполне вероятно, что вы в эту игру играете психологическую. Я бы еще. Ну, пока ладно. Пока этого достаточно. Хорошо. Пока так. Больше не нужно. Вот. То есть, если вы действительно в эту игру играете, то тут нужно работать именно с антитерсом. К этой игре. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Обратите внимание, что ваш вопрос, что с этим делать, да, он очень неопределенный. Что с этим делать, чтобы что? Перестать подозревать? Это одно. Ну, вот ради отношения с людьми максимально открыто и искренне другое. Знаете? Тут непонятно, чтобы что. Цель какая? Что делать, чтобы что? Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.